Мы читаем труды Барасулама, статья 542, статья Шамати, 31. «Тот, кто приятен духу людей». Пожалуйста. «Тот, кто приятен духу людей». И Барасулам спросил, но ведь мы находим, что у великих и самых знаменитых были разногласия. В таком случае он неприятен духу людей. И он объяснил, что не сказано всему у людей, а сказано духу людей. То есть имеется в виду, что только тела находятся в разногласии. Другими словами, каждый использует желание получать. В то же время дух людей, буквально творение, это уже духовность. А кто приятен, когда праведник привлекает высшее благо, он привлекает его для всего поколения. И только из-за того, что они ещё не облачили дух свой, они ещё не могут постичь и почувствовать благо, которое привлёк праведник. Хорошо, я потом ещё раз. Я прочитаю, может быть, потом спросите. Послушайте, написано, «Тот, кто приятен духу людей». И Барасулам спросил, «Но ведь мы находим, что у великих и самых знаменитых, великие каббалисты, у них были разногласия, что они не были согласны друг с другом и находились буквально в таком несогласии, в понимании друг с другом. Так это всегда. В науках есть такое разное мнение. В таком случае он неприятен духу людей? Что это означает? Что они не могут подняться на такой уровень, когда они приходят к согласию? И я объяснил Барасулам, что не сказано всему людей, а сказано только духу людей. То есть что такое дух людей? То есть имеется в виду, что только тела не находятся в разногласии. Что значит тела в разногласии? Это значит, что каждый использует желание получать, своё желание получать, в то же время как дух людей, то есть не тела, а дух, то есть не желание получать, а желание отдавать. Это уже духовность у людей, у творений. А кто приятен? Когда праведник привлекает высшее благо, он привлекает его для всего поколения. Он же не думает о себе. Он берёт килим всего поколения, и для них он привлекает. То есть он не обращается к Творцу, что ему нужно для себя что-то. Он обращается к Творцу только с тем, что он хочет через себя это наполнение, это благо привести всем. Это как Галь-Галь-Тей-Наэм и Ахап. То есть Галь-Галь-Тей-Наэм обращаются к Кетеру для Ахапа, иначе бы они не обращались к нему, потому что они уже исправили себя до такой степени, что у них есть только килим отдачи, килим получения, они находятся в Ахапе. И так они используют это. Так он как говорит тут, и только из-за того, что они ещё не облачили свой дух, они ещё не могут постичь и почувствовать то благо, которое привлёк праведник. Поэтому Ахап может ощущать, что он получает от праведника, только из-за того, насколько он привлекает, насколько он относит себя к праведнику, только в мире этого. Поэтому насколько дух творений приятен ему, насколько люди могут подниматься килим отдачи, только благодаря килим отдачи могут прийти к благонаполнению. Вопросы? Пожалуйста, Дуди. Пока будут вопросы, я всё ещё не понимаю, что значит, что тела находятся в разногласии? Желание получать. А где они не в разногласии? Что в разногласии, что не в разногласии? Разногласия — это желание получать, между желанием получать, без экрана, без покрытия. Они находятся в разногласии. Конечно же, нет такого. Либо я нахожусь в равнодушном отношении к тебе, у нас никакой связи между нами. Но в тот момент, когда у нас возникает какая-то связь материальная, так мы находимся в разногласии, не может быть по-другому. Например, если мы с тобой живём рядом в соседних квартирах в здании, то, конечно, всё равно у нас будет какая-то критика друг к другу. Не может такого быть, чтобы не было. Сколько бы мы себя не успокаивали, всегда у нас будут какие-то претензии в сердце друг к другу. И всё. Либо мы забываем об этом, тоже другое что-то, но, в общем-то, желание получать, не могут находиться в хорошей связи друг с другом. Никогда. И не в семье, и не между семьями, и даже между товарищами. Нигде. Если мы правильно будем смотреть, то есть если мы хотим так вот упорядочить эти вещи между нами, мы должны именно как-то пробуждать эти противоречия, эти несогласия, мы должны раскрывать то, что есть в каждом сердце, в каждом нашем сердце. Но это делается очень постепенно, осторожно. Каждый раз раскрывать эти разногласия, чтобы исправлять их правильно на каждой ступени. Но если мы по-настоящему раскроем всё, то, что есть в наших сердцах, все противоречия, так вот сразу, то мы не только будем разногласиями, мы их просто поубиваем друг друга. То есть всегда в телах есть разногласия. Не может такого быть, чтобы в каждом теле, то есть в желании, было такое, чтобы он не находился в разных местах системы. Адам решён. И понятно, что тогда будет у них разногласия, противоречия друг с другом. Поэтому, когда мы находимся в десятках, в группах между собой, вдруг, когда мы чувствуем связь между нами, это уже свыше. Это высшее управление так делает, как объяснил Рабаш. Она, эта сила, приводит нас вместе к учителю, в группу, в десятку. И в конечном итоге так мы можем усилить усилить связи между нами. Если я в течение этого процесса, который я прохожу, вдруг я теряю товарищей, получаю новых товарищей, теряю Рава, учителя, продвигаюсь без него. Это всё высшее управление, это так занимаются нами свыше, и я должен принять это и продолжать в том же направлении. То есть, в объединении. И в этом объединении, конечно же, мы будем раскрывать всегда разногласия, что нам как-то неудобно, неприятно друг с другом. И мы должны учиться, как всё это приводить в порядок. Но как мы можем привести это в порядок? Только если мы поднимаемся от тел, к Духу, к Духовному, то есть всё время от тел подниматься над ним. Разногласия никогда не отменятся, всегда будет разногласия, над этим устроен Дух. До Гомартикуна, до окончательного исправления. То есть, эти разногласия, которые перед Гомартикуной, это называются воины Машеха, когда все хотят только поубивать друг друга. Это в этом продвижение. Так, продвигаемся, что сделаешь? Есть моменты, когда я нахожусь десяткой, и мне хорошо с ними, сейчас я не в разногласии ни с кем, нам хорошо, мы сидим в объединении, не знаю, объединение ли это, но не в разногласии, скажем так. Так тут вопрос, либо вы специально входите в такое состояние и боитесь раскрывать друг другу эти разногласия, для того, чтобы просто не ругаться, не спорить, и сохранять хорошее такое состояние, настроение, приятно, чтобы нам было, либо вы вообще не обращаете внимания друг на друга, и вам не важно, что происходит между вами, а главное так вот сохранять эти рамки внешние, и всё. Это проблема. Есть критика? Зачем я должен пробуждать разногласия? Зачем мне? Просто введёт нас в конфликт. Для того, чтобы исправить, для того, чтобы подняться над этими разногласиями. Ну, посмотри, что он пишет в статье в этой и спрашивает, но ведь мы находим, что духу, что это приятен, он неприятен духу людей и объясняет Баля Сулам. Ведь мы находим у великих и самых знаменитых, что у них было разногласия. Ведь у них были разногласия. В таком случае как же написано, что он неприятен духу людей? Как такое может быть, что они были в таком состоянии, что они были в хороших отношениях друг с другом, когда на самом деле они всё время были в разногласиях и спорах друг с другом? Он объясняет, что говорится не то, что всё у людей, а только дух людей, то есть имеется в виду, что только тела, то есть желание получать, находятся в разногласии, противоречии. То есть другими словами, каждый использует желание получать получать в то время, как дух людей, то есть творение, это уже духовность, ради отдачи, и приятен, когда праведник привлекает высшее благо, он привлекает его для всего поколения, и тогда он использует все разногласия, которые есть у него на уровне желаний, насколько мы находимся в состоянии, когда мы не согласны друг с другом, он использует это как авиют ступени, и тем, что он идёт выше этого, он использует это как закут, как чистоту, то есть есть решимо да авиют, и есть решимо да ит лапшут. Мы говорим да ит лапшут, но на самом деле это закут, это чистота, потому что, исходя из этих двух ступеней авиют и закут, мы приходим к облачению света в духовное решимо, и пока ещё они ещё не облачили этот свой дух, и поэтому они не могут постичь и почувствовать благо, которое привлёк праведник. И всё. То есть он здесь разделяет каждого из нас на праведника и на грешника, и грешники находятся в разногласиях, и когда человек находится выше разногласий, тогда они все вещи связывают с Творцом. Я боюсь десятки, что если я буду пробуждать разногласия, с товарищем, я освободил собаку, не могу вернуться назад. Да, я с тобой согласен. Ты же видишь, как я отношусь ко всем. И я кричу на кого-то здесь особенно. Есть такие, которым я могу так вообще немножко колоть. Так вот. Но это всего лишь несколько человек, которые на самом деле близки ко мне. Или я чувствую, что стоит сейчас на месте сделать так товарищу, что это такое быстрое лечение. Так как же пробуждать разногласия? Что это значит? Если не пробуждаешь разногласия, ты предпочитаешь быть красивым, хорошим. Мне запрещено пробуждать разногласия. но на месте товарища я, когда был товарищем с товарищами, я пробуждал эти разногласия. На самом деле обычно не любили это до такой степени, что проявляли ко мне ненависть. Ну, надо знать, как это делать. Сейчас я понимаю, что я не всегда это делал правильным образом. как побуждать правильную разногласию? Не было правильной подготовки. Мы должны хорошо очень разобраться и понять эту маленькую статью, короткую. Написано, тот, кто приятен духу людей. И Бальслом спрашивает, но ведь мы находим, что у великих и самых знаменитых, у великих действительно имеется в виду великие в отдаче, которые находятся в Лишма, у них были разногласия. Если это так, так он не приятен духу людей? Да? Так а почему же тогда написано, что тот, кто приятен духу людей? Так в чём вопрос? Как такое может быть? И он объяснил это, что не сказано всему у людей, то есть не говорится обо всём у людей, а только о духу людей, который приятен ему. То есть имеется в виду, что только тела находятся в разногласии, желание получать. А выше желание получать. Они соединяются между собой ещё сильнее в желаниях отдавать. И они чувствуют себя там приятным состоянием. По сравнению с их желанием получать, в котором они находятся в разногласии, не согласны друг с другом, они пробуждают специально эти разногласия, чтобы была возможность у них над всеми прегрешениями, чтобы покрывала любовь. Не можешь прийти к любви, если ты не пробуждаешь преступления. А преступления не от тебя, они в системе Адам решён, от разбияния. Если мы с правильным намерением делаем это в правильном подходе, с правильным подходом, то мы видим, что не может быть минуса без плюса и наоборот. Не может быть. то есть в той мере, что у тебя есть больше разногласия, у тебя есть и любовь больше. И если не пробуждать разногласия, это означает не увеличивать любовь, не чувствовать её более явно, не сделать её более поднять на уровне понимания, чтобы это осознать. прийти в связь с Творцом, который включает всё. У нас нет разницы. У него ведь нет разницы между добром и злом. У него всё сливается в единое. Также и мы, когда мы пытаемся как-то уравновесить между добром и злом, мы приближаемся к нему. Мы не можем сказать так, что только отдача. Не может быть отдача без получения. У нас-то не существует. Если мы говорим только одна сила отдачи, то это Творец. Мы не можем отдачи. Поэтому всегда, когда мы пробуждаем минус, чтобы прийти к плюсу, ничего другого не существует, кроме этого. Последний вопрос, пожалуйста. Каковы предварительные условия, чтобы пробудить разногласия, чтобы раскрыть прегрешение рану? Когда мы уверены, что у нас есть килим, понять, осознать, куда мы идём, прежде всего. Важность цели это главное сейчас. Мне не важны эти все состояния, когда мы будем сейчас раскрывать это состояние между нами, но мы подписываемся. Действительно, нужно сделать такое соглашение и подписаться, что все вещи, которые мы раскроем в отношениях между нами, это только лишь для того, чтобы приблизиться к Творцу, к объединению между нами, чтобы раскрыть Творца. с большей ясностью, что он между нами включает и добро, и зло вместе. Это как в Парцуфе. Чем больше авиют, тем больше закут. И тогда мы можем принять больше свет внутрь Парцуфа. Если мы в таком виде подходим к этому, подходим к делу, постепенно, не нужно сразу там начинать всё раскрывать. Нет, постепенно, но мы понимаем, что у нас тут нет, мы играем в поле, благословлённое Творцом, ведь он нам подготовил всё, поэтому нет такого, что я тебя ненавижу, или люблю тебя, или так, или сяк. Мы идём в такой форме, что мы выясняем нашу природу. Мы хотим раскрыть природу, что ты Творец, по гематрии, это природа, и так мы продвигаемся. Поэтому каждый из нас в какой-то форме немного раскрывает себя, ведь мудрые его глаза находятся в голове, то есть он заранее должен видеть, как может исправить то, что раскрываем мы между нами. и так каждый должен это делать взвешенно. И когда каждый так вот взвешенно, осознанно раскрывает преступления между нами, он приводит к тому, что мы вместе покрываем эти преступления так, что мы их не помним как что-то плохое, а поднимаемся над ними, ведь все преступления покрывают любовь, и ещё больше, ещё больше, и так от ступени к ступени. Это искусство, но это то, что мы должны учиться делать, и так всё человечество будет вынуждено также идти за нами по этому пути. И неважно, когда это будет или сейчас в нашем поколении или нет, но мы должны подготовить для них этот путь, для всех.